Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Мы сегодня будем знакомиться с программой 1СЕРП самыми азами бухгалтерского учета. И назвали мы эту встречу с вами бухгалтерский учет в 1СЕРП для чайников. Я постараюсь на нашей встрече сегодня вам рассказать как можно более доступным способом и как можно больше информации о том, с чего начинать работать и как сделать минимум ошибок, чтобы, соответственно, максимально продуктивно работать. А ЕРП это очень интересная, своеобразная программа, поэтому я постараюсь сделать все, чтобы вы полюбили эту систему так же, как и я ее полюбила. Сразу скажу, что в свое время, когда я начинала работать с этой системой в качестве главного бухгалтера, я пришла на предприятие, где уже была внедрена эта система и мне было очень сложно в ней работать. Я ее ненавидела, каждой клеточкой своего организма, потому что я ее не понимала. Я не понимала, что эта система создана для управления бизнес-процессами и регламентированный учет для нее не вторичный, не третичный, а несколько более поздний вариант, но так необходимый, потому что не все предприятия используют один ЕСРП исключительно для ведения бизнес-процессов. Очень многие компании одновременно автоматизируют не только оперконтур, но и регламентированный учет. Под регламентированным учетом, соответственно, понимается бухгалтерский и налоговый учет, также МСФО. Пару слов о себе. Я ведущий консультант-аналитик компании Кодерлайн. Зовут меня Оксана Сидоренко. Первые 10 лет своей жизни я работала учителем, затем 18 лет проработала главным фалтером и вот четвертый год я работаю в качестве консультанта-аналитика. Встреча наша сегодняшняя будет состоять из следующих пунктов. Мы поговорим о том, что такое регламентированный учет в 1СРП, о месте регламентированного соответственного учета в системе ЕСРП, настройки учета и отражения документов в регламентированном учете. Также познакомимся с тем, что такое непонятное для многих начинающих пользователей системы 1СРП, ГФО. Что это такое, для чего оно существует, что от этого зависит, как они важны. Поговорим о ГФО номенклатуре, расчетах, необоротных активов, доходах-расходах, видах резервов предстоящих расходов, видах подарочных сертификатов, категории эксплуатации и также кассы банков счетов. Поговорим о формировании проводок по документам, о вариантах корректировок и исправления проводок, какие есть настройки ограничений в системе и также поговорим о сверке данных оперативного и бухгалтерского учета, что крайне важно. Итак, начнем с самого начала. О том, что такой регламентированный учет в информационной системе, это учет правиловедения, которые определены законодательно и, соответственно, закреплены в учетной политике предприятия. Так как мы с вами находимся на территории Российской Федерации, то, соответственно, мы говорим именно о законодательстве Российской Федерации. Применительно к нашей стране регламентированный учет включает в себя бухгалтерский и налоговый учет организации. Основная цель ведения регламентированного учета на предприятия – это формирование регламентированной отчетности. Для целей регламентированного учета предприятие описывается как организационная структура основными объектами, которые выступают организации, то есть юридические лица, а также подразделения, соответственно, службы, отделы и цеха. Регламентированный учет. Само предприятие включает в себя не только юридические лица организации, но еще есть возможность в 1СРП ввести управленческую организацию. Так вот, все, что связано с юридическими лицами и не связано с управленческой организацией, и будет включать в регламентированный учет. Соответственно, к юридическому лицу мы можем открывать филиалы или подразделения, как это правильно говорят бухгалтеры, на отдельном балансе, то есть выделенные на отдельный баланс. Можем ввести отдельно подразделения организаций, причем подразделения как обособленные подразделения, так и подразделения, которые специфичны для именно регламентированного кадрового учета. То есть регламентированный кадровый учет – это все то, что у нас учитывается в штатном расписании. А вот обособленные подразделения – это фактически существующие подразделения, я бы даже так сказала, что это из управленческой структуры. Так вот, именно по этому принципу обособленные подразделения выделяют структурные подразделения. И вот эти структурные подразделения непосредственно у нас ведут хозяйственную деятельность. Ну и теперь, соответственно, перейдем с вами непосредственно в систему 1С-ЕРПИ. С чего мы начинаем? Мы начинаем, конечно же, с самых первоначальных основных настроек. Это у нас НСИ администрирование. И вот здесь у нас есть такой раздел «Настройки НСИ и разделов». Здесь очень много. Говорить о них, о каждом можно очень долго. Но здесь много очень специфичных моментов, которые не касаются регламентированного учета. А я повторю, что система ЕРПИ – это все-таки система для ведения бизнес-процессов, то есть самого бизнеса предприятия. А регламентированный учет уже надет, так скажем, знаете, как шапочка на голову. В голове там много у нас очень информации. И вот сверху его накрывает, соответственно, регламентированный учет. Мы можем ходить в шапке, а можем ходить без шапки. Соответственно, когда мы ходим в шапке, то мы в подсистеме как раз НСИ администрирования, настройки НСИ разделов регламентированный учет ставим отметку о том, что мы ведем регламентированный учет. И, соответственно, в системе мы можем говорить, что мы будем отражать абсолютно все хозяйственные операции, либо только хозяйственные операции, начиная непосредственно с какой-либо даты. Для чего эта опция существует? Первое. Мы вводим начальные остатки. Как правило, они вводятся в начальные остатки 31 числом последнего предыдущего квартала, либо года. Ну, года, конечно, это оптимальнее. Соответственно, мы ведем именно регламентированный учет здесь. Начальные остатки здесь. Почему мы не ставим все хозяйственные операции? Потому что на момент начала ввода остатков мы еще вводим некие хозяйственные операции, которые нам не нужно отражать в регламентированном учете, но по которым мы потом на основании их будем делать какие-либо документы, в том числе с отражением в регламентированном учете. Сразу же приведу пример. Допустим, мы вводим начальные остатки. Это два совершенно разных документа, как по остаткам товаров на складах, так и по взаиморасчетам. Именно эти данные у нас отразились в регламентированном учете. Предположим, там дебит 10, неважно, 41, 43. 43, я правильно сказала. Десятка, 41 счет, либо 21 покупные полуфабрикаты. И, соответственно, кредит там у нас 60 или 76 счет. А затем, неважно, в январе или в декабре следующего месяца, нам, например, нужно сделать корректировку или возврат какой-либо продукции поставщику. Точно так же и нам могут возвращать. Мы это делаем на основании первичного документа. Этот первичный документ у нас как раз будет за пределами внесен в систему от того момента отсчета, с которого у нас документы будут формировать именно бухгалтерские проводки. Но мы же должны его сделать будем на основании. Соответственно, есть операция, которая будет отражена в учете, зафиксирована в системе, но не отражена в регламентированном учете. Также здесь мы можем сделать следующие настройки. Например, нам необходимо настраивать счета учета производства по каким группам продукции. Соответственно, мы этот момент здесь указываем. И также есть момент отражать в учете только проведенные документы. И вот здесь включается следующий момент, очень интересный, который здорово нас отделяет от, допустим, системы конфигурации бухгалтерия или УПП, с которой очень часто переходит на ERP. В чем же это заключается? Дело в том, что даже терминология в ERP совершенно другая. Вот здесь у нас есть такой момент, только проведенный документ. Дело в том, что, прошу прощения, проверенные документы. Дело в том, что в системе один из ERP есть два понятия. Первое, провести документ. И второе, отразить в регламентированном учете. Если ранее вы работали в конфигурации бухгалтерии, либо комплексной автоматизации, либо управления производственным предприятием, то для вас слово провести означает сформировать бухгалтерские проводки. В системе ERP провести это значит отразить в оперативном учете. Предположим, мы делаем документ, тот же самое поступление от поставщика. В тот момент, когда мы провели данный документ, вернее не мы, а пользователи небухгалтерских служб, допустим, службы снабжения. Провела документ. В этот момент сразу же фиксируется, с одной стороны, остатки на складах. Кладовщик видит эти данные. С другой стороны, подсистема, допустим, казначейства, видит, что образовалась задолженность перед поставщиком. Но до тех пор, пока мы не нажмем определенную клавишу в системе, либо до тех пор, пока мы не запустим определенный процесс в этой системе, проводок 910 или 941, кредит 60 у нас не происходит. Все, первоначальные настройки мы с вами проговорили и с вами идем дальше. В подразделе НСИ администрирование. НСИ это нормативно-справочная информация. У нас есть организации, если мы под системой вот здесь настройки НСИ и разделов включили такую опцию, то есть, что мы можем ввести несколько организаций в одной системе. Соответственно, у нас появляется организация. В противном случае у нас будет просто стоять слово предприятие. Соответственно, под предприятием будет подразумеваться одна единственная у нас организация. В организации, любой, которую мы открываем, у нас начинается то, что касается регламентированного учета. Первое. Организацию нужно обязательно поставить на учет в налоговую инспекцию. Вне зависимости от того, новая это организация, либо введенные уже организации, регистрировали мы ее в налоговом органе, в системе, вводили ли эти данные или нет, всегда будет клавиша «изменить». Вот видите, здесь у нас написано, что организация уже состоит на учете, и мы хотим изменить, поменять. Но если я начну создавать любую другую организацию, видите, у нас не стоит на учете в налоговом органе, но тем не менее будет все равно гиперссылочка, которую изменить. Поэтому не пугайтесь этого момента. Соответственно, здесь мы регистрируем непосредственно ИФНС, куда мы будем сдавать отчетность. Далее. В учетной политике организации, естественно, первонаперво мы должны зафиксировать, какая у нас система налогообложения. Сразу же скажу, что везде у нас включена история изменений. То есть автоматически мы можем посмотреть, что, например, в какой-то момент было изменение, не важно чего. Ну вот в данной системе, соответственно, изменение системы налогообложения. Все. Так как мы поставили, что это у нас общая система налогообложения, подробно на учетной политике финансового учета мы не останавливаемся, потому что иначе мы не уложимся в хронометраж наш. Мы перейдем исключительно прямо только-только по бухгалтерскому учету. И нас интересует, естественно, учетная политика по бухгалтерскому учету. Здесь мы вводим все данные по введению, соответственно, по нашей любимой ПБУ-18, введение по запасам, расчетам, зарплатам, если мы введем внеоборотные активы, и каким образом мы будем формировать отчетность. Отчетность тоже очень интересная. Сейчас появился такой функционал. Так, прошу прощения, сейчас я включу комментарий. Так. Звук заикается. Так. Вроде как у большинства все хорошо. Хорошо, коллеги, у кого получаются проблемы со звуком, так как у многих нормальный звук, тогда я прошу выйти и заново перезайти, потому что иногда это помогает. Соответственно, по поводу отчетности, здесь у нас система сразу предлагает варианты заполнения отчетности. Откуда это берется? Это у нас берется. Из регламентированного учета у нас есть настройки и справочники. Давайте сразу пробежимся по каким-то бегло, по каким-то более подробно. Ну, естественно, первое, это основное, это наш план счетов, где у нас все прописано, все счета, все субконта, какими являются счета активными или пассивными, ведется ли у нас налоговый учет и, соответственно, принадлежит ли какой-либо счет к забалансовым счетам. Следующий момент, здесь же у нас в настройках, я не останавливаюсь ни на ставках налога на прибыль, ни на транспортном налоге, ничего у нас сегодня не налоговый учет, у нас сегодня прямо самые-самые азы. И вот, соответственно, здесь в настройках у нас есть настройки заполнения бухгалтерской отчетности. Изначально по умолчанию существует один, который вот так и называется, не настраивается. А я создала еще один, обозвала его настроенный. И, соответственно, в этой настройке я могу настраивать любой отчет. Вот, допустим, открываю бухгалтерский баланс. В бухгалтерском балансе у меня автоматически все сформировалось, те строки и варианты заполнения этих строк, как это соответствует законодательстве. Если же вдруг нам нужно какую-то строку, ну вот конкретно, допустим, балансы, предположим, нематериальные активы, мы хотим внести какие-то изменения, соответственно, мы их вносим сюда. Поэтому и вариант настройки заполнения бухгалтерской отчетности мы с вами видели в учетной политике. Соответственно, по умолчанию это будет совсем типовой. Если особенно, например, мы вводим какие-то дополнительные счета, они автоматически не попадают в отчетность регламентированную. Но если мы создадим, соответственно, свой вариант заполнения и туда пропишем, в какую строку, допустим, наш счет или субсчет должен попасть, то таким образом мы будем и формировать нашу отчетность. На налоговой отчетности я не останавливаюсь. Вы это посмотрите самостоятельно, соответственно, точно так же на вариантах НДС, имущества и все остальное. Это вы просто должны знать, что все наши основные настройки находятся здесь. И переходим теперь к нашим таким вот непонятным зверюшкам, которые ГФУ. Группа финансового учета. Что же такое группа финансового учета и зачем они нужны? В бухгалтерии, в подсистеме ни бухгалтерия, ни комплексная автоматизация, ни управление производственным предприятием. Нам это, в принципе, не нужно было. Мы в любом документе могли взять и подстроить, изменить счет учета любой. В системе ERP такой возможности в 95-98% случаев нет. Все проводки соживаются не в видах хозяйственных операций, а как раз вот в этих самых ГФУ. Соответственно, для отражения хозяйственных операций у нас именно используются варианты настройки счетов учета в проводку. Соответственно, можно настраивать счета для применения по умолчанию, непосредственно указывать счет в документе, который используют, допустим, адресную статью активов, пассивов, либо какое-то индивидуальное задание счета учета. Итак, посмотрим первый, самый такой, для меня кажется, основной, хотя они все важны. Группа финансового учета, номенклатура. Мы сразу видим, что это у нас пишется, что это у нас классификатор номенклатуры, используемый для отражения именно в регламентированном учете. Что же это такое? Дело в том, что каждая ГФУ, здесь мы указываем счета учета. Ну, наименование, группа, группа это, допустим, папочки, по каким-либо причинам мы, например, свои создадим. И здесь у нас есть несколько разделов. Счета учета стоимости номенклатуры, счета учета продаж, счета учета МДС. И вот здесь у меня есть еще отдельно. ТМЦ приняты на ответственное хранение, материалы приняты в переработку, товары приняты на комиссию. Если вы откроете свою базу, возможно, вот этих пунктов у вас не будет. Дело в том, что ERP такая система, которая зависит от как раз вот этих вот самых начальных настроек, про которые мы с вами говорили. Настройки инсы и разделов. Соответственно, если в этой базе, вот у нас в нашей демо-базе, стоит в настройках, что мы ведем учет ТМЦ принятых на ответственное хранение, соответственно, мы видим этот пункт. Если бы эта опция у меня была выключена, соответственно, этой опции бы не было. Поэтому, когда вы открываете, даже если сейчас вместе со мной будете повторять все то же самое в своей базе, вы, возможно, увидите другую картину. Не только потому, что у нас с вами разные релизы, а потому что разные изначально настройки в системе. Мы сейчас проговорим прямо о самых-самых основных. И еще сразу же скажу такой момент. Когда вы начинаете заполнять какие-либо справочники, я вот очень рекомендую первый момент. Видите, у нас в системе, в любой, что в демо-базе, что ту, которую вы начинаете работать, разработчик уже создал много основных справочников. Какие-то нам очень важны и нужны, а какие-то, вот особенно ГФО, я очень не рекомендую использовать готовые элементы справочников, групп настроек финансового учета. Почему? Потому что вы не знаете всех нюансов, которые там заполнены. Либо вы их должны настолько четко каждый понимать, чтобы использовать. По какой причине я вам говорю? Потому что, когда вы будете создавать новый справочник ГФУ, ну, предположим, конкретно номенклатуры, соответственно, вы будете каждый раз задаваться вопросом, а что означает счет учета стоимости номенклатуры на складе? А что значит счет стоимости номенклатуры переданной? А если в переработке? А если отгруженной? Соответственно, тоже переданной в переработке отгруженной, возможно, в вашей базе не будет, потому что у вас в тех самых настройках НСИ выключены данные опции. Но если они включены по какой-либо причине, а вы, например, не знаете, какой вам нужен счет учета переданной, то здесь, видите, есть и 10, и 45, и 76, то тогда очень вам рекомендую не заполнять те поля, в которых вы не уверены. В этом ничего страшного не произойдет, потому что в момент отражения любого документа в регламентированном учете, если система, допустим, вы начали использовать вот этот документ с переданной ТМЦ, а у вас это поле пустое, то вам система скажет, а я не могу отразить в регламентированном учете, потому что я не знаю, какой здесь счет учета. И вас система автоматически направит в данное поле, которое нужно заполнить. Если же вы используете какое-то готовое ГФУ, вы не знаете, по какому принципу заполнялась, а проводка сформировалась, и вы убьетесь, не будете понимать, почему у вас номенклатура, предположим, будет отражаться на 76 счете. Потому что не вы это формировали, и вы не знаете. Соответственно, естественно, обо всех полях мы не успеем проговорить, но про основные мы обязательно поговорим. Итак, счет учета стоимости номенклатуры, основное это на складе. То есть то, где она у нас будет, на каком счете учета будет отражаться, когда, допустим, мы купили, переместили, или, допустим, выпустили у себя в производстве, у нас открываются те счета, которые доступны. Причем, видите, у нас есть здесь и 07, и 08, 041. 08, 041, потому что, если вдруг мы будем вести учет именно будущих основных средств, то есть либо компонентов основных средств, либо полностью мы покупаем, предположим, какое-то готовое основное средство, но мы должны будем через склад его пропустить, тогда, соответственно, используем данный счет. Итак, ГФУ номенклатуры на складе, понятно. Это я за вас отвечаю, понятно. Соответственно, если вдруг вам непонятно, пожалуйста, пишите в чате, я буду стараться оперативно сразу же отвечать на ваши вопросы. Следующий момент. Счета, учет и продаж. Счет, учет и продаж. Соответственно, здесь у нас выручка, и выручка традиционно расписывается на основное и ЕНВД. ЕНВД мы знаем, что у нас есть, но исторически пока что еще сохранился этот пункт. Соответственно, доступные счета для выручки у нас есть 90 и 91. И видите, у нас еще есть такой момент, включен дальше, статьи доходов-расходов. Так вот, статьи доходов-расходов будут нам необходимо заполнить тогда, когда мы будем указывать, что это у нас на 91 счете. Как только мы используем 91 счет, нам система будет спрашивать, а какая статья доходов-расходов будет при этом отражаться. Соответственно, все те поля, которые необходимо заполнять, будут у нас подчеркнуты красным пунктиром. Поэтому, если, например, счет учета стоимости номенклатуры на складе, вроде как оно нам нужно, но тем не менее, это поле у нас доступно, вернее, не подчеркнуто красным пунктиром, соответственно, мы его можем пропустить. А вот, используя выручку 91 счет, статью доходов или расходов, мы обязаны будем прописать сразу же. Соответственно, если мы еще не знаем, какая это будет статья доходов-расходов, тогда я рекомендую совсем не указывать счет выручки. К тому моменту, когда у вас будет проводиться документ, система будет спрашивать, вот мы продаем какую-либо ТМЦ, система не будет знать, на какой счет поместить, 90 или 91. Система в этот момент у вас спросит, а на какой счет? Соответственно, если это 90, вы спокойненько укажете, если 91, либо к тому моменту вы уже будете знать, какая должна быть у вас статья доходов, либо вы пойдете к ответственному человеку, у него проконсультируетесь, и тогда уже со знанием дела будете заполнить. Следующее. То же самое касается себестоимости. Себестоимость нам доступна 90 и 91. Если мы выбираем 90 счет, нам статья доходов не нужна. Если же выбираем 91, нам потребуется статья расходов. И еще один момент, это счета учета НДС. Счета учета НДС здесь тоже очень интересно. Чем интересно? Первое. При продаже, ну, здесь, собственно говоря, вариантов у нас только два. Либо мы учитываем непосредственно на 90 счете, либо, например, если это у вас прочая реализация, то тогда, естественно, у вас должно быть 91. Но здесь дается на откуп вашего главного бухгалтера. Кто-то любит на 90.03, кто-то на 91.02. Сразу же, как только мы выбираем 91 счет, у нас статья учета тоже появляется красным пунктиром. До тех пор, пока мы не указываем 91 счет, либо, допустим, указываем 90.03, то нам данное поле не нужно заполнять. Следующий момент. Это при продаже, соответственно, при отгрузке. При отгрузке тоже есть разные варианты. Соответственно, если вы не понимаете, что такое НДС к отгрузке, например, 68 вам нужен, либо 76, тогда, опять же, не заполняем, а в тот момент, когда будем проводить документ, тогда мы уже будем понимать, что же это такое отгрузка и чем отгрузка отличается от продажи. Соответственно, откроем нашу учетную политику и посмотрим, на какой мы счете будем отражать. И следующий, самый загадочный пункт в ГФО номенклатуры – это вид ценности. Потому что, если везде, в остальных пунктах мы с вами видели счета учета, то есть нам понятные вещи, то вид ценности здесь у нас есть только три варианта. Это товары, основные средства и объекты строительства. Дело в том, что именно вот здесь будет зашиваться НДС по приобретению. Если мы приобретаем десятку, либо сорок первый, либо двадцать первый, то это у нас товар. Соответственно, все то, что написано, товары, у нас будет счет автоматический 19.03. Если мы приобретаем, соответственно, будущее, основное средство, то это у нас будет счет 19.01. Если мы объекты строительства, если мне память не изменяет, будет 19.07. При этом, смотрите, система совсем не контролирует корреляцию счета учета стоимости номенклатуры на складе и вида ценности. Но это очень и очень важный вопрос. Прямо вот соскриньте, пожалуйста, себе момент, что вот это вот у нас 19.03, это 19.01, а вот это 19.07. И здесь нужно быть очень внимательным. Так, это у нас номенклатура. Все, мы посмотрели. Сейчас хочу вам показать один момент. Смотрите, вот здесь в самом низу у нас самый последний пункт товары приняты на комиссию. Это очень специфичный момент, мы его сейчас совсем не рассматриваем, нам неинтересен. Хочу показать другие два момента. Вот заканчиваются товары принятые на комиссию. Это та номенклатура ГФУ, которую мы еще не создали и не записали. Как только мы создаем новый ГФУ, мы его даже можем просто записать, но не проставить счета учета, у нас появляется такой момент. Счета учета используются при отражении документов в учете, если для организации и складов не настроены исключения. То есть, если, например, вам нужно, чтобы одно и то же ТМЦ, предположим, у вас, например, либо подразделение, либо вы ведете несколько юридических лиц, одно, предположим, производственное предприятие, оно закупает в качестве сырья один товар, одну какую-то позицию ТМЦ, для другого это будет готовая продукция, потому что он ее изготавливает, а для третьего юрлица, либо по складам может быть такое разграничение, это будет товар. Соответственно, если мы настроим вот эти исключения, вот у нас видите счета учета номенклатуры, и здесь как раз у нас указано исключения, соответственно, мы указываем, предположим, что конкретно для какой-то организации или для какого-то склада или в сочетании организации со складом у вас будут совершенно другие проводки. Соответственно, в момент проведения документа, если вы видите, что у вас какие-то проводки не те, обязательно проверяйте, первое, правильно ли у вас настроено КФУ, то есть вот здесь у нас все зашито, и второе, если вы здесь видите, что здесь все правильно, но счет все равно неправильный, значит, никогда не забывайте про вот эти исключения. В данной ситуации в демо-базе у нас нет этих исключений, соответственно, на всех складах и на всех организациях номенклатура, в которых будет прописано данное ГФУ, будет отражаться именно таким образом. Если только мы в учетной политике любой одной из организаций зайдем в учетная политика бухгалтерского учета, запасы и поставим вот такую галочку списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяц приобретения. Вот смотрите, я сейчас записываю, у меня система сразу же говорит, так, хорошо, значит, в месяц приобретения я должна буду списать. Методику мы сейчас тоже не рассматриваем, не успеем, это есть отдельный у нас вебинар, если что, запросите у организаторов, вам пришлют ссылочку на этот вебинар, вы его посмотрите. Соответственно, система, так как это будет автоматически списываться без участия пользователя, то системе, конечно, нужно будет знать на какую статью расходов. Я сейчас беру просто произвольно любую, понятно, что налоговые штрафы и пенни никак не укладываются в списание ТМЦ малоценных, но чтобы, опять же, не тратить эфирное время теми настройками, которые не касаются непосредственно данной темы, мне сейчас главное показать вам вот какой момент. Я, соответственно, записываю, я записываю эту учетную политику, после этого я захожу в ГФУ и у меня в ГФУ появляется, смотрите, новое окошко, относится к малоценным ТМЦ. Соответственно, если я создаю какую-то группу финансового учета номенклатуры и указываю, что это относится к малоценным ТМЦ, то такое ТМЦ при поступлении, вот мы сегодня 27 сентября купили, приобрели, а в последний день месяца, то есть 30 сентября, система сама спишет это на ту статью расходов, которую мы указали в учетной политике данной организации. Также есть следующий момент, если мы, так, давайте сначала закроим это ГФУ, если мы в настроечках финансовый учет и контролинг, у нас включена вариант резервы предстоящих расходов, то и учет резервов тоже можем настраивать в ГФУ. Если данная функция будет выключена, то данный счет нам с вами в ГФУ будет недоступен. Да, еще совсем самое главное забыла сказать, что в самом начале здесь под системой НСЕ администрирования финансовые результаты контролинг, если не проставлена галка группы настроек финансового учета, то есть разделять номенклатуры, то, соответственно, вам это будет недоступно. Для того, чтобы включить это, пользоваться, в принципе, необходимо включить эту опцию. Так, это у нас группа настроек номенклатуры. Следующие группы финансового учета расчетов. И после этого мы уже можем посмотреть какой-нибудь документ в системе. При создании, соответственно, такой группы настроек финансового учета, называется расчетов с партнерами, у нас возникает, опять же, наполнение каждый раз будет зависеть от наших настроек, которые вот прописаны в других подсистемах, в том числе и в производстве, прошу прощения, и в продажах, и в закупках, разные варианты. Что здесь, соответственно, доступно? В зависимости от тех настроек у нас объекты расчетов могут быть разные. Может быть, только с клиентами и поставщиками. Если мы включили комиссионные и агентские настройки, то у нас будет комиссионеры, агенты, комитенты по продажам. Соответственно, если мы ведем учеты по займам, кредитам, депозитам, отдельно, если мы ведем аренду, если мы у нас есть довальческая схема, причем как со стороны довальца, так и со стороны переработчика, и если мы опять же там в этих настройчиках включили перевозки по бронированию, то они вот у меня ну по максимуму здесь включены настройки, соответственно, здесь вы видите такую картину. На вашем предприятии вполне возможно, допустим, вы не поле, у вас нет довальческой схемы, например, со стороны переработчика, или у вас вообще нет довальческой схемы, соответственно, у вас этих пунктов просто не будет, поэтому не пугайтесь. Следующее, что очень важно, будет зависеть счет учета от того, поставим мы галочку, ведется учет расчетов в иностранной валюте или нет, ну предположим, типичный вариант с клиентами. С клиентами нам доступно много счетов, давайте лучше, ну да, давайте с поставщиками, там немножко поменьше счетов, вот мы видим 60.01, остальные мы счета пока не рассматриваем, принцип вы сейчас поймете. Что такое 60.01? Это расчеты с поставщиками и подрядчиками. Как только мы поставим галочку, что ведется учет расчетов в иностранной валюте под данным УГФУ, то в доступных счетах счета 60.01 уже не будет, а будет доступен расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте, либо расчеты с поставщиками и подрядчиками в условных единицах. Ну, соответственно, все то же самое касается остальных счетов. И обратите внимание, что наполнение вот этих полей тоже будет меняться в зависимости от того, какой мы будем использовать объект расчетов. Вот если в данной ситуации с клиентами и поставщиками у нас не меняется, при этом, смотрите, тары и резервы, так как, опять же, включены опции у нас в НСИ администрирование, что мы ведем учет резервов и учет тары, у нас, соответственно, доступны. Если вы не ведете, то у вас этих полей не будет. Допустим, но сразу скажу, самое большое количество настроек по счетам учета, это если мы ведем объекты учетов-расчетов с арендодателями. Здесь у нас и возможность ввести отдельно арендные обязательства, отдельно услуги по аренде, отдельно замечательно можно ввести обеспечительный платеж, выкупную стоимость, проценты по аренде, НДС, НДС авансов и даже резервы. Так, с этими двумя ГФУ посмотрели, соответственно, давайте откроем любой документ, ну вот, допустим, я откнула в продаже. Соответственно, в момент проведения любого документа по движению реализации у нас будет, как мы с вами проговорили, отражаться документ в оперативном учете. Оперативном учете, соответственно, будет и кладовщик видеть, что у него ушел со склада определенный товар и, соответственно, видит, что по контрагенту бытовая техника в разрезе такого-то договора возникла задолженность. Но до тех пор, пока в системе не нажмем на клавишу дебет, кредит, или сейчас еще покажу, какие есть функции, провода к системе не возникает. Еще раз. Есть любой документ. Давайте, допустим, новый документ, если я создаю. Так, реализация. Откроем документ реализация. Там, видите, закрытый период. И у нас есть функция провести документ, а есть функция проводки регламентированного учета. То есть, тут не написано отразить в регламентированном учете, написано проводки. Соответственно, открываем опять документ. Он уже ранее проведен и поставлена система запретов на изменение документа. Но, если любой документ, пока еще не закрыта у нас возможность для редактирования документа, даже мы его отразили уже раньше в регламентированном учете, еще раз нажать на клавишу провести документ, проводки бухгалтерские автоматически у нас слетают. поэтому все проводки у нас, то есть момент фраза провести документ и отразить в регламентированном учете не одно и то же. Соответственно, вот у нас возник 62 счет. 62 счет это у нас как раз ГФУ расчетов, то, о чем мы уже поговорили. Как правило, он фиксируется в договоре. В договоре у нас есть учетная информация, и вот мы видим, что у нас ГФУ расчетов не указано. Мы смотрим, что это у нас аванс по заказам детализации расчетов. Значит, ГФУ у нас прописано в заказе. Так, открываем документ еще раз реализация, идем, смотрим связанные документы, прошу прощения, даже можно было вот отсюда сразу же заказ открыть, либо из отчетов, либо непосредственно из самого документа. И на закладочке дополнительно, ага, тоже не проставлена группа финансового учета, расчетов. Замечательный, прямо вот я вариант подобрала, исключительный. Откуда же тогда? А дело в том, что есть такие настройки по умолчанию. То есть, если нигде не указана группа финансового учета и в самом документе, видите, тоже нет. Значит, эти данные взяты по умолчанию. Вот, чего я очень не люблю, это как раз когда есть такие настройки. Предположим, мы поставили, что всегда будет 60.01. Вот у нас в отражении документов счета учета не требуют настройки. Сразу же все проговаривается и отсюда мы выпадаем в рабочее место настройкам отражения документов в регламентированном учете. Либо можно зайти через регламентированный учет и вот здесь порядок отражения на счетах учета. И давайте здесь посмотрим. Вот сейчас здесь у нас проставлена номенклатура, а мы поставим не номенклатуру, а мы поставим расчеты. Там у нас была реализация, значит, это у нас с клиентами. Открываем с клиентами. и у нас везде прописаны ГФУ. Так, ГФУ. Сейчас покажу на номенклатуре, допустим, если вдруг не указано, то систему будет всегда набрать по умолчанию. Эти счета, соответственно, вот здесь тоже мы можем найти либо по номенклатуре, либо по вот так, где у нас с клиентами. Вот. И у нас как раз вот именно в этом рабочем месте расчеты с клиентами указано, что если никакое ГФУ не указано, то в документе автоматически всегда будет счет 6201. При этом сразу скажу, почему я не люблю. А если, допустим, например, вы продаете за рубеж кому-то или в иностранной валюте, то есть, соответственно, в валюте либо в УЕ, вы разобьетесь, не сможете в самом документе ну никак подставить нужное ГФУ, потому что в настройках у нас есть такое по умолчанию, то есть без ГФУ будет автоматически всегда вот такой счет. Соответственно, либо нам необходимо внести именно в сам документ нужную ГФУ, либо что вот я, допустим, еще раз очень не люблю, когда что-то делается по умолчанию, потому что по умолчанию хорошо, например, вы всегда только торгуете на российском рынке. Все тогда замечательно. Так, дальше у нас счета 9001. 9001 это реализация. Реализуем мы вентилятор. Давайте сразу же посмотрим, что тут у нас еще по вентилятору. Так, соответственно, 9003, 9002. Так, и у нас вот списывается с 41 счета. Давайте зайдем вот в эту номенклатуру. Вентилятор. То есть здесь непосредственно из проводочек можно сюда пойти. в реквизитах мы попали в справочник номенклатура. И вот здесь есть финансовый учет. В финансовом учете группа финансового учета товара. Тоже мы только что с вами проговорили. Соответственно, все проводки будут вести, цепляться из этого ГФУ. Если бы вдруг в этом документе не было бы вот так, например, было указано, что без ГФУ тогда бы система брала те настройки, которые стоят по умолчанию. То есть те, от которых вы на совсем никак не зависите. Вот видите, именно здесь прописано, что у нас на складе 4101. Именно здесь написано, что вот переданные 4501, а там у нас как раз и отгруженные 4501, она у нас такая реализация, что как раз идет отгрузка. Здесь у нас прописано 9191, 9201, и здесь же у нас прописано, что 9003. Соответственно, вид ценности товара, это если бы мы покупали данный товар. Вот именно таким образом мы ищем то, каким образом происходит настрой. Потому что еще раз открываем документ, нигде в документе у нас нет возможности поставить, изменить счет учета. Что счет учета номенклатуры, что счет учета себестоимости, выручки, учета НДС, взаиморасчетов. Поэтому ГФУ очень важны. Соответственно, также настраивается группа финансового учета, доходов или расходов. Здесь у нас справочник один, он будет зависеть от того, как мы здесь настроили. Либо это отражается для учета доходов, и соответственно у нас счета учета доходов. Прошу прощения, здесь расходы. Что списываем и соответственно счета списания. Вот они у нас. И если у нас доходов, то соответственно в счетах доходов у нас автоматически либо 91-й, либо 84-й. Потому что опять же в обычных реализациях мы в самих ГФУ. Это вот больше для различных услуг. Сейчас также быстренько посмотрим группу финансового учета вне оборотных активов. Тут все легко и просто. Выбираем вид актива. В зависимости от того, какой вид актива выбираем, у нас будет разная начинка, наполнение. По отражению. И не забывайте, практически во всех ГФУ есть уточнение и исключение. Датная ситуация для необоротных активов здесь только касается международного учета. И категория эксплуатации не меняется, все остальное всегда настраивается. Единственное, что допустим, ГФУ номенклатуры это у нас исключение по организациям и складам, а ГФУ соответственно расчетов это у нас по подразделениям и по организациям. Там, конечно, взаиморасчеты от складов не будут зависеть. Соответственно, это у нас основные средства. Теперь, смотрите, брюки превращаются, если ставлю инвестиционное имущество, ничего не меняется, а вот если я выбираю нематериальные активы, то у нас соответственно сразу же меняется, у нас исчезает по нематериальным активам выбытие и забалансовый счет. Соответственно, если у нас есть расходы на неокр, то у нас тогда вообще только стоимость самого неокра. Также есть такие ГФУ, и они спрятаны в другом месте, в необоротной активе, и напрямую они ГФУ не называются в настройках исправочников категории эксплуатации. В категориях эксплуатации тоже подробно сейчас не останавливаемся, у нас есть отдельный хороший вебинар, тоже если интересно, попросите организаторов ссылочку на этот вебинар и посмотрите отдельный вебинар прямо по учет ТМЦ в эксплуатации. Сейчас мне важно показать, что вот здесь мы указываем счет учета за балансом и вернусь опять же в настройках в учетной политике у нас есть возможность в учетной политике в запасах ввести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах и есть возможность списывать стоимость ТМЦ эксплуатации в конце года. Значит, если что-то непонятно, у нас это есть гиперссылочки и соответственно нам система подсказывает, что означает тот или иной пункт, если он, так скажем, может как-либо интересно трактоваться. Соответственно, это у нас по ТМЦ в эксплуатации. Также, если мы включим в подсистеме продажи подарочные сертификаты, то у нас будет такой справочник, при этом он непосредственно в продаже вот такого справочника, виды подарочных сертификатов. И в этих подарочных сертификатах мы можем тоже указывать счет учета. Те, кто работает с розницей. Так же нет отдельного ГФУ, но если вы в принципе не можете найти какой-то справочник, и его действительно ни в одной из подсистем, по крайней мере, я не нашла. Так, это виды резервов и оценочных обязательств. То есть, если мы введем резервы, то тоже можем указывать здесь первое тип резервов и счета учета. Также видим, что есть здесь у нас исключения по организациям, что в одной и той же организации, вернее, в разных организациях один и тот же вид резервов либо оценочного обязательства может находиться, учитываться на разных счетах учета. Также в НСЕ администрировании у нас есть сейчас покажу банковские счета. Нет ГФУ безналичных расчетов, но это настраивается в самом справочнике. Соответственно, сейчас я создам новый, не создам, а начну показывать. Валюта учета в рублях, соответственно, доступные счета. Не знаю, по какой причине разработчик сюда поставил 50-е счета. Мне это неведомо, но мы видим, что у нас 51-й счет доступен. Если мы указываем, что валюта отличная от рубля, то у нас счет учета уже 52-й. Но на 50-й не обращаем внимания, непонятно по какой причине. То же самое с 55-ми счетами. И также здесь же у нас в НСЕ есть касса предприятия. Соответственно, в самой кассе в момент создания тоже в зависимости от валюты учета у нас будут доступны счета. Вот здесь почему-то 51-й не указали. Понятно, что я сейчас ерничаю по поводу 51-й, но тем не менее 50-0-1 это касса организации. Как только меняем валюту учета, у нас счет учета уже не 50-0-1 доступен, а 50-21. Так, это все о настройках. Времени у нас осталось совсем немножко. И мне еще хочется вам показать вот какой момент. Значит, по поводу отражения в регламентированном учете. Первое, я сказала, что в момент нажатия на клавишу дебет-кредит у нас документ будет формировать проводки. но можно зайти в такое рабочее место, я бы сказала, обработку, отражение документов в регламентированном учете. Здесь можно настроить конкретно по какой-то организации либо по всем на какую-то дату и, соответственно, сформировать, выполнить как раз отражение. И у нас здесь сразу же прописано вот у нас документы отражающие автоматического отражения. И здесь же написано, что счета учета у нас все операции, которые есть, не требуют настройки. Если вдруг в каком-либо документе у вас использован то, что я вам помните, говорила, если вы не знаете какой-то ГФУ, ну вот в демобазе нет, это нужно создать такой документ, создать какую-нибудь номенклатуру с новым ГФУ, и система сразу скажет, что счета учета я не могу отразить, потому что вот я не знаю куда. Соответственно, вот это рабочее место нас выведет как раз туда и нам прямо подсветит, что конкретно вот здесь я не могу, у меня нет информации, откуда взять информацию, у меня нет места, откуда я могу взять информацию. Здесь же можно настроить автоматическое отражение, расписание, например, это будет каждый день, каждый час, каждую минуту, каждые 15 секунд или так далее, чтобы автоматически документы отражались в регламентированном учете. Теперь про редактирование. Редактирование документов может быть несколько вариантов. Первый это сам документ, когда мы любой документ, опять давайте зайдем в эти же самые продажи, нажмем на дебет-кредит и у нас есть такой момент, ручная корректировка проводок. Почему? Потому что в НСИ администрировании в настоящий момент в регламентированном учете у нас поставлено, что возможно ручное изменение проводок. Категорически настаиваю отжимать вот эту функцию, потому что тогда любой бувалтер зайдет вам, поставит счет учета, а вы потом убьетесь при закрытии месяца, потому что у вас 25-й во-первых счет есть, а затраты в оперативном контуре нет, а ERP работает на данных оперконтура. Второе, из складских соответственно данных у нас есть какое-то ТМЦ, а в бухгалтерских проводках нет. Следующий вариант, что можно еще сделать. непосредственно из самого документа мы можем создать операцию рекучет и здесь нажать заполнить сторону. Соответственно у нас возникает тут сразу же много закладочек, все что сторнируется и вот здесь бухгалтер тоже может взять и поменять такую проводку. При этом смотрите, система сразу показывает, вот если только в документе операция регламентированный учет, у нас возникает желтенький квадратик, треугольничек, вот я бы на его сделала красным и прям моргающим. Это ни в коем случае нельзя такую проводку формировать, ни в коем случае, потому что проводку вы сформируете, а сами взаиморасчеты непосредственно оперконтур, то есть вот эта наша голова, на которую надета шапочка, будет дисбаланс, то есть она шапка как бы на голове, но ее как бы нет, или она не на той голове. Соответственно, можно использовать только те проводки, которые нам не дают как раз вот такого сигнала. Вот это категорически запрещается использовать данные операции. Находите, мучайте своего программиста, коллегу, интернет, франчайзи, что нужно сделать, каким документом я могу это сделать корректно, но чтобы в операцию у вас не было подобных вещей. И последний, самый тоже очень важный момент. Когда мы с вами говорили, что основное для ERP это оперконтур, то есть отражение именно в оперативном учете, отражение в регистрах, я сейчас такое умное слово вам скажу, и уже на основании этих регистров затем формируются проводки. Но бухгалтеру нужно делать какие-то предварительные анализы. Соответственно, до тех пор, пока мы не закроем месяц, я сейчас этого не буду делать, потому что это очень длинная операция, но просто долго будет формировать документ закрытие месяца, само рабочее место будет долго открываться. То есть до тех пор, пока мы не закроем месяц, у нас все документы не будут отражены в регламентированном учете. Более того, пока мы выполняем эту операцию, кто-то из пользователей, один из документов нажал провести, и в этом документе проводки исчезли. То есть можно точно говорить, что все проводки во всех документах присутствуют только тогда, когда мы закрыли месяц, не только произвели вот эту операцию закрытия месяца, но и закрыли месяц для редактирования этого документа. Но до этого нам тоже нужно что-то делать, каким-то образом анализировать, сравнивать данные. Так вот, особенно после того, когда вы закрываете месяц, и закрываете соответственно месяц для редактирования, используйте такое рабочее место. Регламентированный учет, и здесь у нас сейчас одну секундочку, потеряла так, поналогу на прибыль подтверждение. Вот, сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. К сожалению, не совсем по всем счетам действует, но тем не менее можно, например, либо по разделу проводить анализ, либо по конкретному счету учета. Ну вот, допустим, сейчас у нас открыта организация Андромеда, конкретно денежные средства. Вот нам система сразу же говорит, что у нас расхождений в оперативном и бухгалтерском учете нет. Да, у нас есть остаток минус 11, тоже другой момент, и вот мы видим, что по 71 счету у нас в бухгалтерском учете есть 111, а в оперучете нет. Почему? Вот, я произвольно открыла, я больше чем уверена, что это, опять же, операция регламентированный учет. Вот именно они дают ошибки. Здесь вот нужно будет смотреть, анализировать, но в подавляющем большинстве именно так, либо, например, наоборот, документ в оперучете отражен, а в регламентированном не отражен. Соответственно, документ проведен, но не отражен в регламентированном учете. Коллеги, я постаралась в час, как могла, с максимальной своей скоростью, показать показать самые важные, самые основные моменты. Презентацию мы вам вышли, где я постаралась подробно все это изложить, чтобы вы могли спокойно проанализировать и систематизировать информацию. Если есть вопросы, давайте я парочку минут жду их в чате. Так, спасибо. Спасибо вам, что пришли на вебинар. Спасибо огромное, коллеги. И вам тоже спасибо. Так, спасибо огромное, очень приятно. А вопросы, коллеги? Ну, если вдруг что, то тоже организатору можете писать вопросы. Спасибо, Светлана. И, соответственно, все то, что мы не осветили, либо, допустим, для вас оказалось что-то не очень полным, то мы вам тоже предоставим письменный развернутый ответ. Если можно, вебинар по поиску исправления ошибок в рекламентированном учету. Так, я сейчас прямо за скринью. Ну, и передам нашим организаторам, что интересен такой момент. Хорошо, Елизавета, огромное спасибо. Все, коллеги, тогда всем всего доброго. До свидания. Хорошего вам трудового дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok